Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня будет вторая серия тренера на BMX с Серегой Высоцким. Он не мой тренер, но все равно тренер, так что сегодня будем кататься. Параллельно будем тестировать джинсы TN80. Сергей с компаньоном открыли этот бренд, но мы о нем чуть попозже расскажем. Будем параллельно кататься, тестировать джинсы. Ну вообще, они как бы не для катания, если что. Это на каждый день просто шмотки, но мы решили использовать их в экстремальном условии. Если они выдержат сегодняшний день, значит они точно выдержат обычную ходьбу. Мы катаемся в узких джинсах TN80, а еще есть широкие джинсы TN80. Первые широкие джинсы в моей жизни, они даже хорошо выглядят. И подошли тебе. Ну да, подошли мне и хорошо выглядят. Ладно, погнали кататься. Мы с Серегой будем летать по парку, брать крутые линии. Серега еще сильнее прикатался. Сегодня будем смотреть на сколько. Погнали. Примерно так будет выглядеть наш видосик. Сейчас мы просто будем круизить по этому невероятному рампарку. И сейчас хотим сделать трейн тоже. Я в трансфер прыгнул с лукбэком, а Серега за мной с ноу-хендом. А потом тоже самое с зеркальным. Вот в этот большой язык. Вроде получилось ничего, а теперь делаем зеркальным. С первой попытки мы сделали сразу все трюки друг за другом. И к нам присоединился Ам. Джинсы пока целые. Даже с учетом, что покрышки царапаются. У Амы, к сожалению, не Тенети. Так что, да, понимаете, да. Вот, ну короче, так нам присоединяется Ам. В какую линию поедем? Давай. Мы так же трейном, короче, едем. Да. А сейчас мы пройдем этот трансфер трейном, но уже с трючками. Let's go. Что это делать? Я боюсь, что нет. Я сделал. Мне кажется, я был далековато. А я лучший дейбл топ я сделал. А он тюрндаун? Не очень, не очень, не очень. Вообще не очень. Команда. Не, ну ты классный этот хотя бы трансфер придумал. Может еще раз? Да, ребят, я за то, чтобы вы делали еще раз. Было отвратительно. Я делаю дейбл топ. Давай заново, я тут сделаю. Вот, сделал. Был. Адерик тоже, походу, не сделал, уехал переделывать. Он же сделал. Да. Опять, мне кажется, я... Черепашкин Райдар. Тройзар приехал. Ладно, это прикольно было. Так, следующий лайн задаю я. Значит, мы поедем такие из спайна. Заедем на стол фанбокса и потом в Кёрвет уедем на волрайд. А Миру в опусит, он вообще этого не делает сейчас. Ему можно третьему ехать. Я... Меня размотает. Ты что делал? Я никогда в жизни не делал в опусит в волрайд. Я так делал, пофигу. Прошло полчаса, все прикатались, а Мир научился, так что все, мы поехали. Я очень боялся. Первый раз прыгнул, вот вообще проехал по этому волрайду и сразу вот в лайн за ребятами. Пушка местная, земля Кырика. Папа мой. Все, вырубали. Папа, дарил я сыну джинсы нормальные. Эти он мне, чувак. А, да? Чисто обноски, а я ему эти дам. Там и живем. Ты потом мне эти можешь принять. Кстати, помимо джинсы тенеть, ссылочку на которую вы можете посмотреть в описании, мы также тестируем Red BMX, рамы, рули, там сиденья. Да, кстати. Реально сидуха вот уже, ну, год служит. Я всегда, когда какие-нибудь мероприятия комментирую, обязательно скажу словечко про эти запчасти. Мне кажется, лучше пока ничего не придумали. Жаль, что их в наличии особо не существует, пока что. Серега, я тут такой на расслабоне, у меня все хорошо получается. Я считаю, что нужно что-нибудь пожестче сделать, а Мир такое делать не будет. Вот из этого кикера маленького прыгнем в рейде, короче, в трансфер. Сучок, нет. Ну да, перебор, что ты вообще-то будешь. Да, что сразу, Амир этого делать не будет? Будешь? Нет? Ну, просто так сразу, сказал сходу. Вдруг я такой, да не, я что-то не буду. Сливаешься? Да, я бы слился. На бонд берет тренера, смотри, что делает, а? Сучок. Вообще. Блин, я просто, я не против прыгнуть широко амплитудно, но я рези прям боюсь, я потому что плохо в них катаюсь. Я стопудово соскользну куда-нибудь на бок, я вряд ли уеду. Вот в чем суть. Ладно, давай я просто прыгну разочек. А, ну ясно, я вот так уже не прыгну разочеку. Друзья, а для тебя же тоже оппозитка. Да, что ты делал? Что-то я это сказанул. Я что-то сказанул-то? А нельзя вырезать, чувак, а ты понял, что я вот эту даже не прыгнул. Я сейчас прыгну. Ну и вообще, ну вообще. Ты сейчас даже не постарался, но уже дальше центру. Да, я вообще не разогнался. Да, может ты могу, да. Ой, выглядит, спасибо. Прикольно, попробую, пойду примерю. Вдруг тоже получится. А мне почти 35 скоро. Баба ягодка опять. Точно стяну я. Вообще, кстати, выглядит очень сложно. Если правильно разогнаться, не сложно. Я сейчас разогнался неправильно. Блин, вообще, конечно. Выглядит просто. А я как прыгнул. Так же. Вот так же? Да. Но вообще, если крутку дать, я еще крутку не дал. Или дал, я не знаю. Я не знаю, но вы как чувствуете? Вообще, когда уже полетел, уже без лохи дали. Там нет за ним будет. Там прям надо все прыгать. Сейчас, стой. А можешь, подожди, не катайся. Дай я прыгну. Дай я здесь прыгну. Будешь прыгать? Я вот сейчас вот с квотером прыгну. Трейдом такой большой трансфер мы прыгать не будем. Дайте я еще раз прыгну, мне дает опуху. Малого надо остановить. Малыш, я еще раз прыгну. Пишите в комментариях, что лучше назвать ребенка Малыш или Малой? Или не взрослый? Или назвать Серегу старым? Блин, ну он так прыгает, конечно. Я так в горы мотал его вообще. Лететь три велосипеда. Получается метра четыре с половиной. Я четыре с половиной метра прыгал в Омске. Да? В декабре вот через дырку, через квотер. Там четыре с половиной метра. Вы просто не совсем из квотера в квотер. Еще хипочек. Ой, вот так страшнее выглядит. Можно вот эту стену уехать. Я вообще не верю, что чуваки пробуют. Или хотя бы думают попробовать. Потому что, если честно, жесткие трансы. Брат, я как будто могу. Ну как хочешь, давай вот так. Ну я вот не знаю, просто до свадьбы заживет, до тебя не работает. Помнишь? Да, уже сейчас не работает. А у него до свадьбы заживет, так что Амир прыгает. Ну блин, испугался просто. Так можно прыгнуть. На самом деле не сложно. Я толкнулся очень сильно от страха. И чуть-чуть плечо потянул. Он еще раз пробует. Первый. Было страшно, но круто. Поэтому люблю с Ириком кататься. Он всегда какую-то дичь мне загадывает, но я повторяю. Я говорю, что ее надо убрать. Все, давай, я прыгаю. Ладно, все, полетели. Давай. Трейдер сумасшедший. Вообще офигеть. Реально. Тут лететь 4,5 метра это вот это вот копинг. А это полет больше, чтобы долго мясо. Быстенько ноу-хэд. Я выдержал, джинсы выдержали. Я закрывашку как раз. Все, короче, трюк сделан. Джинсы выдержали. Сам я выдержал. Всем спасибо. Подписывайтесь на YouTube канал. Нефигитаю. Женщик, радостно. Я ужинал. Не-не-не. Продолжаем катку. Короче, я придумал сейчас сходу. Тренировка для мира называется. Я в прошлый раз сделал, в прошлом видео, а в этот раз он будет делать. Значит, надо с квотера прыгнуть на волрайд и в резик катить. Там расстояние, метр, наверное, с чем-то, да? До стены. Сложненько, а много ходов надо. То же самое место, так я уже очень давно хочу. Я попробую футджем на самый верх сделать и спрыгнуть в резик. Я думаю, что у меня не составят сложности с такими тренерами. Тренерами. Ну ладно, коучами. Давай, значит, тебе надо и волрайд и футджем сделать. Поехали. Пойти. Я почти уверен, что Серега может сделать с трюком. Хоть ноу-хэнд туда вставить. Давайте спросим. Мне кажется, туда ноу-хэнд можно вставить. Но хэнд можно туда вставить. Могу. Сейчас Дашу поставим. Сюда на фото, и все будет прекрасно. Вот такой здесь. Волрайдик получается. А это еще мы стоим на большом куатре. Ладно, я сказанул, что-то я не уверен, что я сделаю. Но я попробую. Давно очень хочу сделать. Футджем наверх. Пока вообще не уверен. Самая проблема, запрыгнуть туда. Ооо, боже мой. Ооо. Ирек, может не надо? Возможно, я сейчас реально сольюсь. Очень страшно. Серега сейчас зато сделает. Волрайд ноу-хэнд. Дело в том, что здесь еще падать далеко. Здесь есть, конечно, сетка, но она такая прям... Проблема в том, что сетка чуть дальше, чем нужно. Снимай. Я просто зацепился задним, когда в ноу-хэнде был зарезе. И он такой подбил меня прям в руль мне. Руль обратно в руки влетел, я уехал. Пора завершать. Штаны выдержали, я выдержал. Всем спасибо, пока. Подписывайтесь на канал и не перейдем. Подожди, подожди. Сейчас еще есть один квест для Сереги, который он должен выполнить. У нас прошел год уже, прокачался. Я уверен, что это возьмет трансферочек из вылета поролонки в призему рези. А я тогда попробую дабл-ип какую-нибудь сделать. Ты слышал, что тебя загадал, Ирик? Нет. Нет, я уезжаю домой. Нет. Он сказал, что ты прокачался за этот год. И в этот раз ты должен сделать трансфер из вылета поролонки в приземление рези. Вот пусть он сам и делает. Это воплощит мне. Это сложно. Я в свою могу. Можно в свою. Можно домой очень хочу. Устал. Тяжело. Колено болит. Замазишь в магазин. Спина она... Отпустите. Я, к сожалению, правда сливаюсь. С фуджемом наверх я пока боюсь запрыгивать. Я немного уставший. И вот сюда влево слишком много лететь. Страшновато просто. Я просто сейчас прыгну фуджемом. И попробую Серегу все-таки заставить прыгнуть этот трансфер. Он очень простой. Просто страшный, потому что кажется, что ты не прыгнешь этот трансферочек из-за столба. Если бы выпрямил, я бы прям вырезался. Я не ревнуешь его, а Кополине. Это шутка для Парковых. Я Парковый не пойму. А я тоже сейчас сказанул случайно, да, что я буду W трансфер делать? Нет. Нет, я не слышала. Итак, еще раз объясню. Ирик заставляет Серегу прыгнуть из вылета в поролонку, приземление, резе. И весь прикол в том, что здесь есть столб, в который можно врезаться. Амир прыгает. Ты реально прыгаешь в эту штуку. А ты что влоги Ирика не смотришь? Там прыгали все во влоге в предыдущем. Посмотри, я как-то вот. Я там не прыгал, как видите. Я не уверен. Не уверенный в себе молодой человек. А, через несколько месяцев уже вылечу из молодого человека. Вы смотрели влог Ирика Лизаева. Всем спасибо. Мы выжили. Джинсы выжили. Подписывайтесь на его канал. Не-е-е-ет, не-е-ет, не-е-ет. Я сказал, что я сделаю это дабл вип. Сейчас сделаю вип, думаю, да, реально сделаю. А Серега легко прыгнет, просто страшно. Сейчас Амир прыгнет, покажет. Так и хотел. Второй раз в жизни прыгал. Можно с трюком. Давай. Давай, я попробую. И он, может, казанул, придется делать. Дичь вообще. Я летел и прям пытался понять, задену я вторым випом или нет. И понимал, что близко, но пройдет. Пройдет. Серега переживает, но я думаю, сейчас мы его ломаем. Сейчас прыгнет. Ты понял сейчас? Если бы ты не раскрыл руку, ты бы задел. Да, да, я поэтому ее и не раскрыл. Но сейчас я переделаю, нормально сделаю. Да, надо вперед чуть-чуть. Ирик сейчас сказал, что он даст пицюлю в столбу. Давайте проверим. У меня, как раз, нужна помощь друга. Я приглашаю Артема, берегулю. Шлеми маленькие. Если он прыгнет, я тоже прыгну. Нам вместе с ним примерно 40 минут. Я поеду. Грязь клип. Давай-давай-давай. Вообще изи. Ребята выдержали испытания. Они выжили. Джинсы наши тоже выжили. Тен-эйти. Серега, кстати, делает уже джинсы в третий раз. Я во второй литерации, получается, в 2015 году катался в них в моем первом видосе для холлрайда. Ставлю пару кадров. Большая была партия, кстати, тогда. Прям где-то в общей сложности 1300. Только раньше этот бренд назывался Айбл. Но сейчас у них будут не только джинсы, а куча всякой одежды. Тен-эйти. Ссылочка внизу. Спасибо вам большое за просмотр. Увидимся. Респект, ребят. Красавцы. Пока-пока. Берег, берег. Согласен, приятный бренд. Да, капец легкий, оказывается.